В ортодоксальном христианстве Как что-то делать во имя Бога, как жить и получать результат в Господе, с Ним и во имя Его, об этом в программе «Иначе говоря». Итак, друзья, считали ли вы когда-нибудь себя рабами Божьими? И какое для вас ассоциация, ощущение, восприятие этого термина, этого словосочетания «рабы Господни»? Пожалуйста. Ну, сложно, наверное, сказать, считала ли я себя именно рабыней Бога, но сразу в голову входят мысли, что это, ну, как вот в Америке были рабы, там, афроамериканцы и так далее, которых били, которых заставляли что-то делать. Вот у меня почему-то в голове именно взаимосвязь именно с понятием рабы именно такое. Поэтому не всегда как-то логично именно с Богом, вроде добрым, милостивым. Это связано. Режет слух, да? Для меня раб – это человек, который от кого-то зависит. Если я завишу от Бога, то я его рабыня. Просто я сравниваю по работе. Я завишу от тех людей, которые мне платят за работу. На работе я их раб. Если я завишу от Бога, то я его раб. То есть с веселой песней на работу не пойдешь, да? Если там над тобой есть начальство, и ты от них зависишь. В общем, действительно так у некоторых и получается. Когда человек не имеет свободы в распоряжении имуществом, временем, самим собою, потому что это подчинено другим каким-то интересам. Раб Господень. Ну еще просто есть такое мнение, что чему больше ты уделяешь свое время, того ты и раб. Ну, есть такое. Я слышала просто. Что наполняет твою жизнь, делает тебя рабом оного. Хорошо. Ну, попытаемся собирать на эту тему разные пазлы, чтобы получилась картинка. Одна простая история произошла в жизни Чарльза Спэджина, к которому после проповеди зашел молодой человек и спросил. Так вызывающе, якобы желая поймать проповедника, на какое-то отсутствие логики, на отсутствие смысла, говоря, сколько времени нужно, чтобы привести в порядок свои отношения с Богом. Чарльз Спэджин минуточку подумал и сказал, одна минута. И тогда парень, видимо, не получив ожидаемого или получив неинтересующий его ответ, повернулся и с важным видом пошел к двери. В догонку Чарльз Спэджин ему сказал, а сколько времени есть у тебя? Молодой человек отличался сообразительностью и осмысленностью, он остановился и продолжил общение с пастором, раскаялся в своем неверии, потому что этот вопрос сегодня актуален для каждого человека. А сколько времени есть у тебя? На эту тему писал пророк Исайя, говоря о том, что человек крайне ограничен в своем существовании, в своей жизни. Исайя, 40 глава, стих 7, написаны такие слова. «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ – трава». То есть человек тленен, ограничен, временен. И поэтому, когда мы говорим о собственном времени, которым мы распоряжаемся, мы на самом деле говорим о чем-то несуществующем. У меня нет времени даже одной минуты, потому что все мы ходим под Богом, и все мы крайне ограничены. Мы не имеем великих сил, не имеем способности к выживанию. Уничтожить человека можно очень быстро. Жизнь сегодня не стоит дорого. И раз человек ограничен сам по себе, то, может быть, есть у Бога некое, так сказать, отдушенное или спасение. Ну, посмотрим на еще одно очень интересное высказывание, которое говорит и о смерти, и о тех, кто верит в Бога, и о результате их жизни. Это книга Откровения, глава 14, стих 13. Богослов Иоанн говорит, «Блаженны, умирающие в Господе». Вот это сочетание не кажется вам страшным или нелогичным? «Блаженны, умирающие». Ну, слово «блаженство», я уверен, вы имеете понимание, что значит. «Блаженны и счастливы». Это счастливы. Вот если бы к вам отнесли эту фразу, «счастливы, умирающие». То есть я умираю, и это мне приносит такое счастье. Вау, здорово. Ну, как бы звучит как парадокс. Мы хотим быть счастливыми, пока мы живем, а никогда умираем. Счастье – атрибут жизни, правда? Так. Тогда как отнестись к этим словам, что те, кто умирают, они счастливы в этот момент или проживая этот процесс умирания. Ну, на эту тему есть много разных размышлений, рассуждений. Достаточно в сети интернет обратиться к тому, что люди думают относительно того, какой может быть смерть. Красивая или интересующая, привлекающая их. Я приведу несколько примеров высказываний молодых людей в интернет-сообществе. Ну, допустим. «Красиво умирать, прыгая без парашюта в Альпах». Или «Поймав самую большую волну, накуренным на серфинге». Для кого-то кажется, геройская смерть очень красивой. Когда-то я еще в университете учащийся столкнулся с одной статьей, где были изображены солдаты, погибшие в Великой Отечественной войне. И название этой статьи было очень важным, актуальным. «Смерть может быть геройской, но никогда красивой. Наши предки, наши деды, они умирали геройски, жертвовали собой, но при этом сама смерть не может быть красивой. Не может быть красив солдат, который на корточках скрючился и в такой позе умер. Это не может быть красиво. Он, может быть, умирал как герой, но сама смерть, она ужасная и отвратительная. И если ты, заигрываясь жизнью, если ты не ценишь жизнь, то ты заведомо идешь к чему-то страшному и ужасному. Иоанн, конечно, говорит, это контрастирующая для нас фразу, «блаженны умирающие». Но есть в этом еще некий ответ. Не просто умирающие, нет культа смерти. Есть некое утешение, потому что все умирают. Народ трава любой. Верующий ты, неверующий. Ты человек из плоти и костей. Любой умрет, даже верующий, даже в Господе. Но вопрос в том, что ты умираешь в Боге, ты остаешься в надежде на Бога, в вере в Бога, ты любишь Бога. Твое качество определяет твое состояние, каким ты умираешь. Поэтому сегодня, наверное, очень важно для нас стремиться не к красивой смерти или заигрыванию со смертью, а именно в том, чтобы быть в Боге. И если вдруг придет смерть, она может прийти за каждым человеком, в любой момент. Рискуешь ты или не рискуешь, смерть может прийти. То ты по качеству в Боге. Вот это и определяет твое счастье, как умирающего человека. А что определяет качество в Боге? Я так понимаю, что если наша жизнь до смерти была связана с Богом, то как бы если и мы с Богом остаёмся в отношениях, то есть мы работаем, так скажем, для Него, служим, что-то делаем для Него, то мы поэтому будем счастливы в смерти, потому что останемся с тем, кому посвятили свою жизнь. Ну тогда это вообще нечестно. Если, допустим, человек перед смертью, он только принял Бога, а перед этим он там зажигал только так, там рисковал, ну всё попробовал в жизни, и под конец он, Господи, да, я тебя принимаю, умирает. Качество какое в Боге? Он уже умирает. Качество уже другое? Он успел. Мне очень нравится история с разбойником на кресте, который, вот я когда первый раз прочитала, думаю, вот повезло же парню, успел в последний момент, покаялся и уже будет с Богом на небе. Но у Бога есть такое качество, ну качество милосердия, его справедливость, вот оно, наверное, берёт здесь вверх всем. Кстати, интересный момент. Когда люди говорят о том, как скоро человек покаялся перед смертью, и чем ближе он был в своём покаянии к смерти, тем он больше счастливчик. То есть он успел в этом мире урвать, оторвался, пожил, повеселился, а потом, оп, и Господу угодил, и всё нормально. Получается, две жизни прожил. Земную лет там сколько-нибудь, и небесную вечную. Я думаю, что такие шутки с Господом не пройдут. И человек, который заведомо знает, что он будет жить на земле и брать от жизни всё, как человек, который живёт в тюрьме с праздничными огнями, а потом, поймав момент, будет пытаться уладить отношения с Богом. Это называется лукавство. Нет, это я понимаю, что это уже неискренний. И в конце жизни он там неискренний, получается, что покаяться и скажет, что «О, Бог, забирай меня, всё, я готов». А я именно про качество. Говорили же про качество. Юля сейчас говорила о том, что качество намного лучше, когда человек там полностью всю свою жизнь посвятил Богу, вот он служил и так далее. А как же человек, который лежал в больнице, вот сейчас перед смертью, пять минут, там, вот, как у него до смерти осталось, там, он покаялся, действительно принял Бога, получается, качество другое уже? Хуже? Нужно прославить Господа за то, что его милость превозносится над судом, и что спасение и воздаяние он даёт не по количеству прожитых лет и дней, а на самом простом основании – по вере в Господа Иисуса Христа. Потому что мы о себе думаем, это есть соблазн у христиан, считать, что мы сейчас живём, и мы сейчас, Господи, тебе многое что отдали, мы тебе посвятили, и, пожалуйста, нам гарантированное спасение. А те, которые сейчас тебе не служат, то, пожалуйста, им место у ворот Нового Иерусалима. А мы уж где-нибудь поближе к тебе. Такими вещами занимались апостолы Христа. То есть вера тоже в чём-то измеряется? Давайте посмотрим на то, как ведёт рассуждение апостол Иоанн. Он не останавливается в этой мысли, что блаженно умирающие в Господе, и всё. Якобы в Господе умер, и это и есть цель жизни – умереть в Боге. Нет. Мы посмотрим на продолжение этого текста. Посмотрите, первая фраза говорит, что блаженно умирающие в Господе. Ибо они успокоятся от трудов своих. Те, которые живут с Богом, они и трудятся. Самый простой вариант в этом случае – это обращение к значению слов. Что значит наша тема рабы Господни? Что значит раб? От какого слова сразу у вас ассоциация? Раб – работа. Работа. И, соответственно, следующее слово, если человек раб, он много работает, то он находится в рабстве. В рабстве. Допустим, болельщики, они что делают? Почему их так называют? Они болеют, они переживают, это определяет их. То же самое относится к рабам Господним. Они работают. Но работают они для кого и для чего? Что они делают, когда они делают что-то для Бога? Для угождения Господина. Для угождения Господина. А Господин кто? Кто такой Господин? Кто? Расскажите о нем, об этом Господине, на которого работают вот эти. Если мы говорим о болельщиках, то для них Господин – это будет та команда, за которую они болеют. Если мы говорим о рабах Господних, то для них Господин – это Господь, и они стараются ему угодить. Так, посмотрите. Они успокаиваются от трудов своих. Это те, которые умирают в Господе. И следом идет еще очень важное описание. Дела их идут вслед за ними. В данном случае ключевым является понимание. А ради кого они делают? И кто этот по качеству, ради кого они трудятся и совершают разные дела? Если это Бог-тиран, Бог-закона, Бог-правопорядка, Бог-справедливости, то тогда получается каторга. Тогда действительно мы просто от понятия работы уходим в понятие рабства. Так зачем такая религия, если всю свою жизнь ты обязан вкалывать на небесную канцелярию и не факт, что ты сможешь потом умереть в Господе и все получится? В Священном Писании мы находим определение Бога, которое Он сам себе дает. Я Господь, человек любивый, долготерпеливый, многомилостивый. И Он не требует от нас работы с утра до ночи только потому, что помни, ты придешь ко мне, я скажу, тебе трудился ты для меня или нет. Он говорит, из любви я хочу, чтобы ты вот так совершал. Но я тебе даю право выбора. Как ты сделаешь? Ага, поэтому ученикам Он говорит, бодрствуйте, почему вы спите? Да, там ученики уснули, Он их сразу пробудил, говорит, а вы что это, не молитесь? Да, получается, и ночами тоже. Я попросил бы не добавлять вот эту эмоциональную окраску, когда Он это говорил. Он говорил не с таким тоном. В этот момент, когда Он молился, Он страдал и сильно переживал, потому что Он не просто сейчас ритуал выполнял, а Он просил силы для выполнения невероятно сложной миссии, которую никто никогда до и после не будет делать, никто никогда не делал. Миссия быть агнцем за весь этот мир. И когда Он просит их быть вместе с Ним в молитве, Он просит их не для того, чтобы потом на небе им зарплату выдать за эти молитвенные часы, а чтобы, когда Он будет проживать это страдание, если они Его ученики, то они тоже смогут прожить это страдание в качестве учеников. Если они сейчас молятся, то через несколько часов им нужно будет в молитвенном состоянии проживать оплеухи, удары, оскорбления, потому что их господина, ради которого они все оставили и пошли, сейчас бьют и унижают, и готовы убить. Вы готовы с Ним, с господином своим, с учителем идти такой же путь? Нет. Сейчас они спят. А раз вы сейчас спите, ваш сон результата не принесет. Ваше небодрствование, успокоение от молитвы принесет результат через несколько часов. И кто-то будет нагим бежать из сада, скрываясь от своего учителя, с которым ходил три с половиной года, именем которого бесов изгонял, чудеса совершал, он ногой убежал. А другой скажет, да я его никогда не знал. Вы что-то путаете. И начинает клясться и божиться. И получается, три с половиной года это все было потерянное время, потому что ты не знаешь того, с кем ты ходил. Тебя с ним ассоциируют, твоя речь тебя выдает, но ты знать не хочешь. Почему, когда надо было молиться, ты этого не сделал? И один из них тоже не был с Христом, он его предал. Тот вообще пошел по пути крайне неверного, потому что он возлюбил серебро изначально. Он пошел за Христом только потому, что у него были интересы править, царствовать, красть. Он с этими делами и остался. И поэтому его смерть печальна, это смерть Иуда. Он сеял три с половиной года в это дело, в дело предательства. Получил воздаяние. Позорная смерть и позорные именно все последующие поколения. Поэтому сегодня этот принцип, который говорит Иоанн, он касается не только тех, кто умирает, и дела идут вслед за ними. Этот принцип касается нас с вами, еще живущих. Потому что многие вещи, которые мы делаем сегодня в нашей жизни, они обязательно идут вслед за нами, в жизнь и в смерть. Ибо говорится о том, что Господь будет творить суд по делам. Он придет и воздаст каждому по делам. Чтобы нам легче было представить то, как дела идут вслед за нами, приведу одну историю, произошедшую с одной семьей. Они эмигрировали, ну, допустим, в Соединенные Штаты Америки. В свое время получили некий социальный пакет от государства, начали становиться на ноги. То есть пытаться получить образование, язык и так далее. Не все получается. Старшему поколению это тяжело. Молодежь не привыкла к трудностям учиться. И первые месяцы им все казалось чуждым, странным, страшным, пугающим. Называют это все культурным шоком. В итоге они решили написать заявление в департамент по миграционной политике, что просим рассмотреть вопрос и принять решение о нашем возвращении на родину. Ну, тоже, чтобы государство организовало авиаперелет, билеты, какой-то бонус. И отправили это письмо. Прошение от всей семьи. Ну, бюрократия имеет место в любой стране, даже самой цивилизованной. Это письмо по коридорам департаментов гуляло долго. За это время, пока письмо гуляло, это прошение, люди продолжали учиться, работать. Вдруг что-то стало получаться. Одна лицензия, вторая. Устроились на место работы, какое-то жилье там арендовали, может быть, ипотека и так далее. Ну, семечко обязательно взойдет. Через пять лет приходит ответ. Тем людям, которые уже крепко встали на ноги, имеют уже образование, им хорошо живется в этой стране. Приходит ответ из департамента миграционного, о котором в письме, значит, говорится такие слова. Мы рассмотрели вашу жалобу, ваше прошение. И поэтому в течение 48 часов принято постановление, чтобы вы покинули территорию этой страны. Goodbye, America. О, добро пожаловать Бердичу. Почему? Потому что дела человека идут вслед за ними. Другой простой пример. Например, каждый из нас может себя спозиционировать и вести себя как-то в одной интересной реальности. Называется она виртуальная реальность или социальные сети. И сегодня многие из работодателей выбирают не читать резюме потенциальных работников, а просто проверить их нахождение, их деятельность в социальной сети. Где и как они отдыхают, как они общаются, что они о себе там говорят, какие их там интересы, пристрастия, где они замечены, на каких собраниях, в каких группах, на каких вечеринках и так далее. И поэтому ваше резюме особого значения не имеет. Ваша жизнь уже сказала все за себя. Поэтому социальные сети сказали о ваших делах. И последствия придут автоматически. Дальше уже можно не редактировать, не пытаться покаяться в определенный момент. Дела пришли вслед за вами. Этот принцип важен как в современной жизни, так и в вечности. Почему же тогда очень много мафий, люди, которые живут очень богато, счастливы, но при этом делают кучу гадостей? На эту тему мы можем сетовать так же, как один из библейских писателей, псаломопевец Асав, который прочитал. Я смотрю, как блаженствует и радуется жизнь нечестивой. Я впал в депрессию, мне плохо, почему нечестивые живут так хорошо, дела нечестивые творят. Но потом, когда псаломопевец пошел в дом Господень, а что в доме Господа? Читается слово, изучается Божья мудрость, Божье провидение. И там, в Божьем доме, он увидел, каков будет конец нечестивых. Он увидел, чем заканчивается вот эта жизнь нечестивая, злая и греховная. И тогда он воздал славу Господу, что, оказывается, не зря я Бога люблю, Бога слушаю, Ему повинуюсь, заповеди Его исполняю. Потому что Бог мне открывает перспективу. И поэтому апостол Иоанн пишет, что блаженны умирающие в Господе, они успокоятся от трудов, и дела идут вслед за ними. Дела показывают их качество. Если они здесь на земле что-то не получили, так Библия не написана для того, чтобы здесь на земле построить новый мир. С этой землей уже бесполезно что-то делать. Земля и все дела на ней сгорят. Ты на земле просто проходишь это испытание, ты оттачиваешься, ты совершаешь дело Божие, да, в тяжелых условиях. Но ты его делаешь, и ты ничем не лучше своего Господина, потому что здесь на земле твой Господин Иисус Христос совершал подобное. Он пришел совершить великую миссию, тяжелую миссию. Каково ему было молиться о самом тяжелом испытании в своей жизни и не получить поддержки от тех, за кого он пришел умирать. Те двенадцать, которых он учит, наставляет, на которых возлагает все надежды, в этот момент они спят. Им грезится новое царство, им грезятся министерские посты. Они не хотят Божьей воли, не хотят Божьих страданий. Каково было Иисусу Христу. И сегодня есть предостережение о том, как мы живем, проживаем свою христианскую жизнь. Маленькая притча о лисице, которая гуляла по полям, по диким местам и увидела виноградник в долине. Виноградник был обнесен оградой, и оттуда неслись ароматные запахи спелого, уже истекающего соком винограда. И лисица подумала, надо же, какая благодать, хочу поесть. Она стала бегать вокруг ограда, ища лазейку, а не получается пробраться. Она где-то нашла более широкое место и пытается просунуть голову, и не пролезает. И тут ей голос то ли свыше, то ли изнутри, а ты попастись. Лисица не уходит от ограды, а день, второй, третий, похудела и попыталась еще раз пройти, и, о чудо, она оказалась в винограднике. Она пробовала практически с каждой виноградной лазе, она наедалась, наслаждалась целую неделю. Все было замечательно. Через некоторое время это все наскучило, и захотелось опять в вольной жизни вырваться куда-то в другие поля, леса и так далее. Она пришла к тому же месту, пытается пролезть, и не получается. Один раз, другой, ну так манит дикая природа. Как вы думаете, что дальше? Голос свыше, а ты попастись. Еще несколько дней, и, о чудо, можно вырваться на свободу. Если ты сегодня не получаешь пищу, достаточную, духовную пищу, ты начинаешь терять свой вес, и тебе легче выйти из того места, где ты находишься. Если ты сегодня находишься в теле Господнем, в церкви, если ты живешь духовной жизнью, как только ты начнешь воздерживаться от духовной пищи, ты будешь терять вес. Чтобы прийти к Господу, нужно что-то оставить там, в мире, то, что привлекает в тюрьме с праздничными огнями. Нужно оставить этот багаж, который тянет и приносит проблемы. Но так же и в церкви происходит. Когда ты постишься, ты можешь легко выйти из церкви Божией. Чтобы попасть в церковь, нужно воздержание. Чтобы выйти из церкви, нужно тоже воздержание. Сегодня перед всеми верующими в Господа, перед призывающими Его имя, перед теми, кто называет себя именем Бога, стоит задача творить такие дела, которые бы пошли следом. Уже здесь и в вечность. Сегодня задача трудиться, дабы оправдать это замечательное имя Раб Господний. Это тот, который трудится во славу Божию. Мы не можем воздерживаться от Духа. Нам нужен духовный вес, как в классической японской борьбе. Не будет питаться боец, он не будет иметь вес, необходимый для силы, для действия, для победы. То же самое для христиан. Бог ищет в человеке то, что поместил в него. Однажды это произошло при творении человека. Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. И это дыхание жизни, которое Бог дал, это и есть Дух жизни. Так вот, Бог ищет сегодня в человеке Дух. Духовное содержание, духовную силу. Надо позволить Господу найти самого себя в нас. Тогда мы действительно будем блаженными, счастливыми, независимо от того, как сложится наша жизнь на этой земле. Потому что дела наши, дела добрые, дела любви будут идти вслед за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин